Мы находимся в зале, где проходят тренировки Федерации Израильской Боевой Системы Краф Мага. Основной принцип которой – минимум правил, максимум эффективности. Недавно в Казахстане была открыта Федерация Краф Мага. Казахстан стал третьей страной в СНГ, где начала развиваться эта система рукопашного боя. Сегодня тренировки проходят только в одном городе Казахстана – Алматы. За недолгий срок Краф Мага зарекомендовала себя как доступный и эффективный способ самозащиты. На сегодняшний день в городе Алматы существует много различных секций восточных единоборств. Но не все секции в городе могут предоставить комплекс тех приемов, которые возможно применить на улице. Все удары в Краф Маге рассчитаны на простоту и эффективность. То есть короткие и быстрые удары в пак, в горло, в глаза. В Казахстане функционируют три школы Федерации. В Краф Мага нет четких правил и различий между тренировками для мужчин и женщин. По системе не проводятся соревнования и отсутствует специальная форма. Прежде чем начать заниматься по этой системе, каждый обязательно должен пройти предварительную беседу с тренером. Женщина не всегда может противостоять здоровым мужчинам. Поэтому женщины приходят к нам в секцию для того, чтобы научиться давать отпор. Вообще очень здорово, что мы тренируемся тут с мальчиками, потому что в жизни все будет совсем не так. Глупо представить, что мы будем драться с кем-то из девчонок. А тут нас не жалеют, тут нас по-настоящему учат. И чувствуешь себя как-то увереннее вечером, когда идешь по улице. Система Краф Мага была разработана в 1941 году. Семь лет спустя после образования Израиля система была принята на вооружение спецслужбами этой страны. В 1984 году в США были проведены первые тренировки по Краф Мага для гражданских лиц. Три года спустя систему начали осваивать полицейские и сотрудники ФБР. На тренировках акцент ставится на рефлекторное движение тела человека. Поэтому обучение проходит просто и доступно.